Доброе утро! Доброе утро! Отодвигаюсь сразу подальше, чтобы меня было видно. Так, видно и слышно, да? Значит, у нас что вчера было? Ну, такое небольшое введение, опять же, смысл тратить здесь драгоценные утренние минуты на то, что исписано в интернете вдоль их поберег. Вот, предлагаю вам домашнее задание почитать о восьмиступенчатой йоге, просто ввести там в поиске где-нибудь Яма, Нияма, Асана, Пранаяма. Вот эти четыре слова. У вас выскочит там много объяснений и это, ну скажем, то, что в принципе нужно знать. Я не буду просто об этом говорить на этом курсе, потому что это занимает очень много времени. У нас он больше практический. То есть, как начать заниматься, как, собственно, что делать-то. И с этим базовым навыком, полученным за эти всего лишь там пять занятий, можно уже дальше заниматься, ну, любой йогой, в общем-то. Как я вчера говорил, речь идет о хатха-йоге. И все, что вы в клубах, в йога-клубах увидите, это все хатха-йога. Даже если будет написано, что вот это занятие по хатха-йоге, это по кундалини-йоге, это по аштанге-миниаса-йоге, это по йога-янгаре. Это все хатха-йога. Это интересная практика. То есть, все, что с телом связано, это хатха-йога. Вот. Начнем с положения сидя. Вчера мы делали дыхание луджайи, да? То есть, поджатая горловая щель, чтобы понятно было, как вот, кто новенький, если будет смотреть, чтобы понятно, как это дышится. На вдохе мы произносим шепотом про себя звук О. На выдохе звук А. Закрытым ртом. То же самое. И сейчас какое-то время просто настраиваемся на себя, на свои ощущения, слушаем дыхание, смотрим, как происходит вдох. На вдохе макушечкой уходим вверх. На выдохе через точки опоры погружаемся вниз, стекаем вниз. Сегодня я вижу вот в экран, получше видно, я сегодня использую свет, наконец-то. Студийный свет. И новую прическу. Ну, поблился. Давайте просто. То есть, настроился до выдоха. Хорошо. И мы начнем сразу же с движения. У нас утро. Значит, вчера у нас была сукшма бья-яма, ну, или просто суставная гимнастика, ну, как бы ее элементы. Тоже там есть целая история возникновения, есть там автор, кто ввел первый раз это понятие, но суставная гимнастика, зарядкой все занимались, это всегда, как я вчера говорил, полезно для суставчиков, для нашего организма. Давайте просто встаем сразу же, начнем вот с этой, с повторения этой практики. Давайте. Пальчики перед собой выставили, раскрыли и подняли вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Покрутили в одну сторону, в другую сторону, и теперь мы перебирали пальчиками, так, волнообразным движением. То есть, почувствуйте, как это влияет на все тело, на состояние головы, ну, нашего мозга. Покрутили, вот такие всякие движения поделали, разные, и стряхнули, кисть и стряхнули. Вот, будем идти от периферии к центру. Теперь покрутили в локтевых суставах, так, чтобы пальчики были прямо расслаблены, и как будто бы удлинялись. Кисти и пальчики расслаблены, в одну сторону, в другую сторону. Хорошо. Опустили. Теперь идем дальше. Плечиками вдох, вверх, лопатки включаем, вдох. И уже волной весь позвоночник у нас двигается. Вдох, вот боком. Выдох. Вдох. Выдох. И ладошки проворачиваются. То есть, на вдохе назад смотрят на выдохе вперед. В другую сторону. Вперед. Вдох. 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 Выдох. Вдох. Выдох. Выдох. Давайте теперь по очереди. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. В другую сторону. То есть, у нас мобильность суставчиков с возрастом теряется. А мы этому... То есть, в чем омолаживающий эффект? У нас суставчики остаются в той же амплитуде своей подвижности. Хорошо. Теперь шея давайте. Сделаем вот такое. Наверняка все с компьютерами работают. У всех задняя часть шеи перегружена. Все с телефонами. Ну, то есть, это компьютерная шея, да? Не знаете, как-то у компьютера сидит или... Берем вот такой замочек. Ставим на затылок. И вот боком показываю. Толкаем макушку вверх, затылок назад. А руками вот такое движение. Руками в затылок. То есть, оказываем сопротивление. И с сопротивлением там толкаем голову назад. Делаем вдох. Отпускаем. Все, выдох. Расслабились. Толкнули голову назад вдох. Выдох. Толкнули голову назад вдох. Отпустили. Выдох. Теперь голову вперед толкаем. На лоб положили. Толкнули вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. В сторону толку. Вот область виска. Положили в ручку. Толкаем вдох. Выдох. Два. Поближе к стороне. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Теперь в другую сторону. Вдох. Толкнули. Выдох. Расслабили. Толкнули. Вдох. Расслабили. Выдох. И толкнули. Вдох. Выдох. Хорошо. Теперь подвигали. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Подбородком. Затылком. Назад. Вперед. Назад. Теперь вправо. Влево. Вправо. Влево. Вправо. Там может появиться характерный хруст. Наверняка. Не наклоны. А смещение. Вот такие небольшие смещения. А теперь по кругу голову. Так раз. В плоскости. В одной. Поризонтальной. И в другую сторону. Будет все похрустывать. Я сейчас зашевелилась. Давайте. Шейный отдел. А теперь уже. Вытягиваем. Вдох. Правый уповерх. Выйдох. Левый уповерх. Вдох. Выйдох. Пальчиками вниз потянули. Вдох. Выйдох. Вдох. Выйдох. Вдох. Выйдох. Назад. Вдох. Вперед. Выйдох. Вдох. Выйдох. Вдох. Выйдох. Теперь повернули ротацию подбородок. За плечо попробовали потянуть. Вдох. Прямо. Выйдох. Вдох. Выйдох. 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 Вдох. Выйдох. Вдох. Выйдох. Выйдох. И опустили голову вниз. И начинаем круговые движения. Мы самый простой вариант делаем. Там есть всякие хитрости. Но нам сейчас это не нужно. Нам важно сейчас разогреть суставчики. Хорошо. Значит, в другую сторону. Вдох. Очень важно помнить о безопасности. Вот я в самом начале не сказал, а надо было бы это вначале сказать. Безопасность. Ощущения. Все время не теряем ощущения, какие появляются от того или иного движения или асаны. Если ощущение неприятное или болевое появляется, мы туда не идем. Запомните это. То есть, безопасность. Тем более, вот так вот онлайн непонятно, как это. То есть, когда в группе, там другое, но очно. Давайте дальше. Позвоночником дышим. Раскрываем локти назад. Прогибаемся. Вдох. Локти в живот. Выйдох. 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 Вдох. Выйдох. Теперь в левую сторону. Выйдох. Выйдох. Живот прямо в правую сторону. Выйдох. Вдох. Круглая. Ой, срубляем переднюю часть, срубляем заднюю. То есть, меняем прогибы и антипрогибы. Хорошо. Руки на пол. Руки вниз. Боковые удержания. Вдох. Весь бок. Почувствовали. Выдох. Почувствовали. Бок. Вдох. Выйдох. Вдох. Выйдох. Вдох. Выйдох. Вдох. Выйдох. Вдох. Вдох. Выйдох. Вдох. Выйдох. Выйдох. как будто бы с противоположной стенки. То есть пальчики у нас не наближены и не висят, а такие, как будто продолжение. Хорошо. Руки на пояс. Руговое движение. Раз. Два. Три. Четыре. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Теперь попробовали восьмерку. Одно бедро вперед, другое. Описываем движение по восьмерке. Пробуем новое движение. Значит, как у нас, ну наверняка знаете, что мост у нас занят движением на 80%. То есть 80% давайте в другую сторону структур мозга занимаются движением, то есть моторикой. Соответственно, чем больше мы двигаемся, чем сложнее двигаемся, чем интереснее двигаемся, тем больше у нас идет активация мозговых структур. То есть развиваемся от простых движений. Дальше. Так. Переходим. Дальше. Поднимаем правую ножку и начинаем вращательное движение. Три. Четыре. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Колено подвигали. Подвигали. Стопой подвигали. В одну сторону покрутили. В другую сторону покрутили. На себя носочек вдох, от себя выдох, на себя вдох, от себя выдох. Хорошо. Стряхнули ножку. Поменяем. Раз. Два. Три. Четыре. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. По коленам возгибали. Возгибали. Носочек покрутили. В одну сторону. В другую сторону. Носочек на себя вдох, от себя выдох, на себя вдох, от себя выдох. Хорошо. Встряхнули. Встряхнули. И теперь встали ножки вместе, на носочках поднялись вдох, на пятках выдох. Поперекатывались. Почувствуйте, насколько мягкая стопа. И какими частями стопы вы касаетесь пола. То есть мы от пятки переказываемся по внешней части до визинца, а потом на все пальцы и блюзны. Вот почувствуйте это. Арочка стопы приподнята. И попробуйте такое упражнение. Чуть назад отойдите, сжимая пальцы, попробуйте переносить пятку вперед. То есть такое движение вперед, сжимая-выжимая стопу. Нам важно для того, чтобы для здоровья позвоночника важно мягкая рабочая стопа. Стрихнули. Значит, какие у нас основные положения тела, пространства? Стойка. Понаблюдайте, как люди стоят. Вот так. Вот так. Так же, да? То есть не могу стоять. То так, то так. Что у нас происходит с крестцом? Вот этот крестец, он тот в одну сторону сдвигается, тот в другую сторону сдвигается. Соответственно, позвоночник идет такой волной. Вот попробуйте сейчас. Это у нас ножки вместе. Поза будет называться тадасана, поза дерева. Почувствуйте стопы. Все пальцы ног опираются в пол. Все. Мизинец. Большой палец. Все, что между ними. Внешняя часть стопы, пятка. Потом голеностопный сустав. Колено. Таз. Таз. Таз у нас не завернут хвостом вверх. Не сильно завернут хвостом вниз. Серединка. То есть как будто бы легенькая такая небольшая гилька висит. На крестце. А за макушку мы... Вот голова как шарик. Давайте представим голову как шарик. И голова все время стремится вверх. Вот. Теперь плечики раскрыли и пальчиками, как будто бы коснулись пола. Но голова вверх. Хорошо. Это вот тадасана. Теперь присаживаемся. И нам нужно сегодня освоить несколько понятий новых. Начнем с банд. Бандхи или замки. Наверняка слышали. Не новое это. Теоретическую, такую большую. Ну, почитать именно, что это, для чего. Ну, лучше самостоятельно, конечно. Чтобы, опять же, не тракать время. Мы будем сразу делать. Вот. Бандхи, они разные бывают. Кистевая. Кистевой замок. Плечевой. Плечевой. Но мы чаще всего, там, горловой есть, горловой здесь, затылочный. Мы чаще всего используем три замка. Это горловой, желатка, рабанка. То есть, это, если боком посмотреть. То есть, я видел картинки, что вот так вот голову наклоняют. Но, с точки зрения физиологии, наверное, правильнее будет макушкой вытянуться вверх и чуть-чуть поджать вот эту часть переднюю подбородку на себя. Вот получится, как бы, замыкание сверху. Замыкание снизу. Корневой замок, наверняка слышали, мула, бандха. Сразу пробуйте. Вот, горловой. Чук. Поджали. Вот здесь выявляется, как бы, такое препятствие. Но, с горловым замком переусердствовать не нужно. Ничего тут не нужно напрягать. Потому что у нас же кровоток и лимфоток должен быть в голову все время работать. Вот с горловым очень аккуратно-то. То есть, просто голову чуть-чуть попустили и все. С корневым более понятно, у нас тазовое дно. Физиологически понятно, что это тазовое дно и органы внутренние могут давить на него. Если оно слабое, может быть, там, и геморрой, и сматкой проблемы, и всякие там разные мочеполовые и прочие там с пищеварением проблемы. Если мы корневой замок поддерживаем, то есть, в течение дня. То есть, каким образом? Представьте, тоже много, очень много объяснений. Там связано это и с диафрагмой, кстати. Очень много всяких разных объяснений. Я объясню просто. Представьте, что вот вы стоите, и вдруг струя воды снизу, в промеженность. Что мышцы сделают? Так-тик, подожмутся. А теперь поджали, разжали. Сейчас такую зарядку сделаем для поджали, разжали. То есть, у нас есть отдельная асана, ну, отдельная виниаса, это ашвини мудро. Ашвини мудро, это когда у нас только мышцы амуса работают. Мы амус поджимаем, попробуйте сейчас, только мышцы амуса. Поджали, разжали. Все это делали, потому что все, ну, иначе бы организм не функционировал, да? То есть, поджали, разжали. Сейчас мы это как бы осознанно делаем. А теперь к амусу подключили мышцы тазового дна, мочеполовой системы, ну, у женщин мышцы влагалища, и подтянули это все вместе, чтобы у нас такое дно образовалось. Отпустили, поджали, отпустили, поджали, отпустили. Очень хорошая профилактика, ну, всего того, что здесь у нас, ну, смочеполовой системы сферы. Поджали, отпустили. Используется в йоге. Каким образом? А, третий замок сначала объясню. И, то есть, у нас нижний замок, верхний мула, банха, джаватхара банха, или корневой, горловой. И у нас самый явный и понятный, который можно увидеть, это брюшной замок у джаи, ой, не у джаи, а это, у джиана банха, у джиана, у джиана. Выглядит наглядно, очень просто. На выдохе. На выдохе стенка живота втягивается к позвоночнику, и кубок как бы двигается еще под ребра. Пробуйте. Вдох. И сейчас мы начнем сразу к следующему упражнению. Переходим, вот я не буду живот летать. К следующему упражнению переходим в полное йоговское дыхание. Начинаем дышать животом. Вдох. Выйдох. Вдох. Выйдох. Вдох. Дышим животом и слушаем. Значит, обязательно, это вот утренняя процедура, обязательно начать дышать животом. И на самом деле у нас не только живот, который двигается вперед, но и ребрышки раздвигаются. Подоблюдайте. Вот можно руки сюда положить. Раздвигаются ли ребра в стороны на вдохе. Вот. А я пока расскажу. Дышим. Дышим животом. Давайте сейчас полным йоговским дыханием будем дышать, а я буду рассказывать. Положите ребра одну на живот, вторую на ключице. На ключице. И нам нужно начать вдох с живота, продолжить ребрышками и закончить ключицами. То есть, как будто бы мы наливаем в этот сосуд водичку, и она заполняется снизу, выше, выше. А выдох ключицы, ребра, живот. Спускаем сначала ключицы вниз, то есть верхний отдел, потом ребрышки приходят в нормальное положение, и живот возвращается. На освоение, вот просто так за раз, может не получиться, но на освоение бывает, достаточно много времени уходит. Сейчас мы знакомимся с техниками и сразу пробуем, как она работает. Полное дыхание. То есть прокачивается вот этим дыханием вся, то есть массируется и активируется вся, все, что связано с пищеварением, с кровотворными железами, с там желчь. Знаете, да? Желчь это в кишечник идет, естественно, антипаразитарная у нас, потом кислота в желудок, то есть все у нас активируется, работа. Сердечная мышца, то есть у нас тут печень, сердце, ну, легкие все это двигаются, и все, что в этом, и косвенно еще нам очень половую систему это поддавливает. Поэтому утром начинать с полного дыхания, это профилактика для... Его врачи называют геофрагмальное дыхание. И потихонечку вытягиваем вдох и выдох. Вот, дышим, а я про банки расскажу. Дышим, дышим, дышим. Значит, корневой замок, хорошо применять при... Он сам. Корневой и брюшной замок, и горловой. В некоторых асанах он сам включается, сам включается. Там, например, в собаке головой вниз, у нас подбородок на себя идет. И если поджать еще корневой замок, у нас отстраивается позвоночник. Сейчас мы это тоже попробуем. Именно с точки зрения позвоночника. Что происходит с позвоночником, когда мы корневой замок включаем. Подышали, да? И дышим так же поджатой горловой щелью. Уджайи. Уджайи пранаяма. Вот это уджайи. Дыхание уджая. Соединяем с полным дыханием. Полное это вот у нас, чтобы оно... Полное это всегда мы так дышим. То есть, когда не перекручена, пережата грудная клетка, мы все время дышим вот этим полным дыханием. Расширяемся. Вот так в цигуне это используется. То есть расширение. И возвращаемся на место. Расширение. Возвращаемся на место. А теперь к этому вдоху прибавьте корневой замок. Корневой замок на вдохе. И посмотрите, что с позвоночником, с торчей, с ощущениями происходит. Чуть усложняем задачу. И на выдохе все отпускаем. На вдохе усложняем. То есть корневой замок подключаем. На выдохе отпускаем. На вдохе корневой замок. На выдохе отпускаем. И еще сейчас попробуем еще одну штуку. Маха-банха. Или три банха называется. Три замка. Ну, три банха. Три замка. То есть после выдоха. После выдоха делаем. Вот я делаю вдох. Вдох можно корневой замок подключить. Выдох. После выдоха. Вот видно было. Ну, я, чтобы удерживать футболку, я естественным образом положил подбородок. Это вот горловой замок сделал. Корневой его не видно. То есть корневой включил. И втянул мышцы живота. Попробуйте. Это может быть сложно. Три банха. То есть корневой, горловой. И последовательность сейчас пока не важна. Вот как получается. Мы сейчас просто в режиме осваивания. То есть вдохнули. И так сделали три раза. Выдохнули. Подержали немножко. Вдохнули. Выдохнули. Вдохнули. И выдохнули. Хорошо. В васанах, оно, я периодически, ну, и далее. Сегодня тоже буду говорить вот здесь. Попробовали втянуть живот. Здесь корневой замок. Давайте сейчас на это прообращаем внимание. Значит, что у нас еще? Полное дыхание. Банхи. И пранов я-яма сегодня у нас по плану. Примоднимаемся. Это комплекс. Можно вопрос? Да. По дыханию. Вот мы сейчас делаем дыхание. От этого очень сильно кружится голова. Это нормально? Кружится голова ненормально. Ненормально. Вот. Это у тебя начинает меняться химия крови от этого дыхания. Ну, меняется там давление. То есть, достаточно, там достаточно сложный процесс происходит. Его прямо вот описать двумя словами, наверное, будет сложно. В нашем институте этих восточных практик в Питере, там прямо вот Артем Фролов изучает, как влияет дыхание там на мост, на кровеносные сосуды. Кровеносные сосуды, то есть, кровеносная система начинает видоизменяться. То есть, у нас, если давление увеличивается, сужаются сосудики, да? Если давление снижается, расширяются сосудики. Значит, что-то с сосудами головы. То есть, обрати внимание на шейный отдел, чтобы все время шейка была так вытянута. Мы сейчас, ну, пока потом перезагрузим все тут время. Вот. И, скорее всего, что-то связано вот с проходимостью. То есть, надо обратить внимание на состояние шейного отдела. Скорее всего, просто тонус есть здесь. Вот здесь. Если у меня будет все нормально, как бы, сосудами расслабленные мышцы, у меня не должна окружиться. Вообще не должна. Если ты чувствуешь, что пошло такое неприятное ощущение, просто приостанавливай. Все. Значит, это твоя достаточно. То есть, не идем в неприятные ощущения и не идем в какие-то болевые ощущения. Не надо. Встаем, делаем. Встаем в татасину, ножки вместе. И достаточно простое. Вот это, то, что уже знаем. Уджайи, то есть поджатый горловой щель. И полное дыхание. С руками. Ручки вверх. Вдох. На носочках встаем. Вытянулись. Вниз, выдох. Пяточки вниз. Вдох. Выдох. На носочках поднимаемся вдох. Тянемся макушкой вверх, пальчиками вверх. То есть, мы добавляем еще, помните, вчера было движение, синхронизируем с дыханием. И еще вдох. На вдохе можно корневой замок чуть-чуть подключать. То есть, тонус мышца. Таза, вот на. И все руки вперед. Вдох. Мягкий прогиб. В грудном отделе. Уэйда. То есть, поясничка сейчас копчиком так зафиксирована. Вдох. Копчик вниз. Поясница зафиксирована в грудном отделе. Уэйда. И еще вдох. Уэйда. И еще вдох. То есть, наблюдаем за ощущениями. Третья. Выдох. И теперь, третий вариант. Это мы раскрываем, вот так, ручки в сторону, ладошки вверх. Вдох. Будут грудные мышцы, растягиваем. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Выдох. И четыре. Вдох. Выдох. Хорошо. Встаем в начало коврика. Знаете, посмотрю, сколько до перезагрузки. Ну, у нас шесть минут, потом перезагрузим просто. Начало коврика. Ладошки перед грудью. Почувствовали стопы, макушку. Дыханием растянулись. Макушка и вверх. Копчиком вниз. Хорошо. И сегодня у нас так же будет виньяса, то есть движение. Вот завтра будем вот такую статику длинную делать. Сегодня подвигаемся. Вот у меня тут солнышко. Приветствуем солнце. А, ну у вас там, я вижу, тоже солнце. Поехали. Руки через стороны вверх. Вдох. Соединили ладошки наверху. Опустили ладошки, пальчики вниз. Ноги присохнуты так, чтобы животное бедро ушло. Выдох. Левые ноги назад отшагнули. Колено вниз. Посмотрели вверх. Вдох. Сегодня меньше объяснений. Выдох. Собака головой вниз. Колени вниз. Вдох. Кошка. Планка. Выдох. Опускаемся на живот. Кобра. Вдох. Посмотрели вверх. Давайте не кобра. Здесь, чтобы у нас руки исключить, чтобы лишние нагрузки в поясницу не шло. Вот такое будет движение. Вдох. Ага. Только голову не задираем. Смотрим перед собой. Затылком толкаемся. Вот затылком туда. Это вот очень полезная связочка. Мы ее сейчас сделаем на втором круге. Связку для спины. Давайте выдох. Собака головой вниз. Правая нога вперед. Вдох. Колено вниз. Посмотрели вверх. Опять же, не заворачиваем, чтобы у нас сжалась шея сзади. А затылком отодвигаемся всей спиной. Всей спиной. И вот через межброви смотрим вверх. Ага. Очередной выдох. Наклон. Обязательно животное бедро уложили. Руки через стороны вверх. Вдох. С круглой спиной поднялись. И ручки на место. Выдох. Сделали вдох-выдох. Подследили изменения в ощущениях. Поехали дальше. Вдох. Руки вверх. Руки вниз. Наклон. Животное бедро прошел. Выдох. Ключевой момент. Животное бедро. Левая нога назад. Вдох. Колено вниз. Посмотрели. Макушкой вверх. Не лицо. Макушкой вверх. Ага. Выдох. Собака головой вниз. Немножечко здесь повисли. По отстраиваем. Вот как отстроить собачку вот эту горку. Ладошки поставили на ширину плеч. Пальцы широко. На слух давайте. Пальцы широко. Раскрыли. Раскрыли. И попробовали плечиками растолкать плечи, растолкать в стороны. Так, чтобы голова повисла. Голова повисла. И здесь попробуйте животом подышать. Вдох. Живот вперед. Выдох. Внутрь. Животом. Вдох. Живот вперед. Выдох. Внутрь. Хорошо. Посмотрели вперед. Поставили колени. Прогиб. Вдох. Выпрямили ноги. Выдох. Опустились вниз. Поставили ребра. Пол. Ручки в стороны. Вдох. Вдох. Ладошки под плечи. Выдох. Собака головой вниз. Левая нога вперед. Вдох. Колено внизу. Посмотрели вверх. Выдох. Ножки вместе. Наклон. Вдох. Руки через стороны вверх. А теперь с каждым вдохом, есть еще один круг там, с каждым вдохом мы подключаем корневой замок. Если пока не получается, значит это не делаем. То есть вдох, корневой замок чуть подключили, посмотрели как это повлияло на ощущения. Каждый вдох, корневой замок. Каждый выдох уже все расслабляем. Поехали. Вдох. Соединили ладошки. Наклон. Выдох. Левая нога назад. Ой, правая нога назад. Колено вниз. Вдох. Корневой. Выдох. Собака головой вниз. Колени вниз. Вдох. Посмотрели вверх. Через планку опустились вниз. Выдох. Поставили ледушки. Ручки в стороны. Вдох. Ладошки вниз. Собака головой вниз. Выдох. Левая нога вперёд. Вдох. Колено вниз. Посмотрели через безбровие. Выдох. Наклон. И ещё скрываем замком. Кровая спина. Мягенько. Волной вверх. Вдох. Выдох. Хорошо. Сделаем. Сейчас паузу на перезагрузку. Здесь не хватает нам времени. Сейчас я заново войду. Я заново. Хорошо. Сделаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Где-нибудь рядышком держите водичку, чтобы была возможность периодически пить воду. Да, сейчас продолжим. Еще небольшая теоретическая часть. Еще одна... Я сегодня не хотел про это говорить, но расскажу два слова. Шаткармы. Очистительные практики. Вернее, про них я не буду рассказывать, мы ими не будем заниматься. Шаткармы. Но в йоге есть целый раздел. В хатха-йоге, шаткарма – это очищение. Очищение как на физическом уровне, так и на ментальном, праническом. То есть на всех уровнях очищение. Элементы мы будем делать. Мы элементы уже сделали. Кроме этого, где явно мы делали. Это входит в один из коков шаткармы. Потом мы будем дыхание завтра делать в капалабхате. Это тоже из шаткармы. Это больше и очистительное, и паранояма считается. То есть гипервентиляция легких. И все асаны, вот если в шаткарму эти не лезть, то можно записать шаткарму, потом посмотреть, что это. Это целый отдельный пласт. Если водичку держите рядышком с собой, утром пейте ее, потому что все, что мы делаем, мы что-то делаем со своим организмом, там начинаются движения. И изменения как в травеносной системе, в лимфо-системе. Чтобы все это выводить, надо разжижать все это. Соответственно, достаточно воды. Вообще, хорошая привычка по глоточку во время практики. Так, хоп, глоточек, хоп, глоточек. Подпивать водичкой. И тогда у нас все, что мы активируем в организме, мы активно, активно через вот эти мышцы, через движение, через дыхание воздействуем на все системы, на внутренние органы. Ну, я уже это говорил. Не только пранаямой. Ну, не только дыханием этим полным. Мы как таковой пранаямой-то не будем заниматься, потому что пранаяма... Пранаяма... Ну, так вот ее не освоят просто. Вот так вот, хоп, пранаяма. Вот. Мы будем элементами. Уджайи у нас было полное дыхание было. Банг, хиту даже. Пранаяма в движении. То есть, вот эти все дыхания. Это все... Ну, дыхание и движение, это все у нас... Ну, то есть, все связано просто друг с другом. Но именно практика пранаяма, это достаточно продвинутый уровень. Его вот так вот онлайн бы я не стал задвигать. Активация дыхательной системы, да. Но действие пранаямы, оно очень-очень мощное. Вот Аня уже почувствовала даже такое головокружение. То есть, а если мы бы что-то делали серьезное, то можно и это... Ну, сознание потерять. Ну, то есть, это может быть и... Как говорят в текстах написано, пранаяма может исцелять от всех болезней, но может и... И наоборот. Ну, как лекарство любое. Перебор... Давайте дальше двигаться. Значит, у нас сегодня было полное дыхание, Бангхи и пранав-яям. Это новые понятия. Ну, для кого-то новые, для кого-то не очень, да. Вот. Сейчас мы дальше продолжим вот этот комплекс, но теперь мы его будем усложнять. Чтобы было понятно, что... Мы сделаем сегодня статические вставочки такие, для того, чтобы у нас утренняя практика логично так закончилась таким хорошим ощущением. Ладошки перед грудью. Ну, скажем, проработка всех групп мачек. Руки через стороны начинаем опять. Вдох. Вдох. Почувствовали это движение. Корневой замок подключили. Выдох. Опустились. И здесь, как бы, логически вставить, как бы, у Диана, ну, то есть, брешной замок. Но мы, посмотрите, если совсем пока это непонятно, хотя бы давайте освоим просто наклон, живот на бедрах, а все остальное висит. Вот. Даже если ноги совсем брызгнуты. Да. Вот сейчас постоим какое-то время. Ставим-ставим в наклоне. Или голова как-выжится, да? Да. Ага. Отшагиваем правой ногой. Правой ногой. Приподнимаемся. Приподнимаемся. Руки вверх. Вдох. Руки через стороны вниз. Выдох. Теперь заднюю пяточку попробуйте поставить. Пол. То есть, есть у нас, стоим и слушаем, в хатха-йоге у нас есть несколько, как бы, можно разделить асаны на стоячие, сидячие, там, ну и перевернутые, а еще и лежащие. Вот у нас сейчас стоячий блок, ручки вот так вот, левую вперед, правую назад. Все по одному дыханию. Вдох. Смотрим на левые пальчики. Вдох. Теперь правой рукой попробовали коснуться ноги, левый вверх. Вдох. Вдох. Отлично. Теперь левый локоть на колено, правую над головой. Видно у меня линия? В одну линию вытянулись. Вдох. Посмотрели из-под руки. Выдох. Самый простой вариант делаем. Теперь правую руку опускаем на колено, пятку приподнимаем. Вот простой вариант делаем. Вот так, на колено. И попробовали соединить ладошки. Сделать вот такое скрученное положение. Вдох. Молодцы. Выдох. Отшагнули. Отшагнули в планку. По три дыхания. Планка, три дыхания. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. На левую руку перешли. Планка на левой руке. Если сложно, то левая нога внизу. Вот так. Ага. И ручку над головой. Есть ноги. Или обе ножки. Вдох. Три дыхания. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Поменяли. Правая рука внизу, левая наверху. Если нужно, правое колено в пол. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Хорошо. Вернулись в планку. Опустились на колени. И на грудную плетку. И на подбородок. Сделаем вдох. Таз наверху. Восемь точек на полу. Вчера делали. Выдох. Хорошо. Таз вниз. Ладошки перед, под плечи. Вытянули стенку живота. Положили ребрышки в пол. И отодвинули плечи назад и вверх. Локти назад и вверх. Дышим. Три дыхания. Вдох. Смотрим перед собой. Выдох. Упираемся лобковой косточкой в пол. И ножками, подъемом листок, тоже в пол уперлись. Голову не задираем. Не вперед смотрим, а перед собой. Где-то вот в пол. Теперь руки в стороны. И вперед. Ноги вверх. Три дыхания. Вдох. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Хорошо. Захватили стопы сзади. Попробовали дотянуться. Или изнутри, или снаружи. Ну, изнутри это будет больше, глубже. Колени вверх. Голова вниз. Стопы назад. То есть плечики отпускаем. Голова вниз. Здесь висит вдох. Горловой замок здесь. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Отпустили все. Ладошки под плечи. И таз на пятки. После ребенка. Вот в этой позе, если нужно, во время практики, можно отдыхать в любое время. То есть таз на пятки положили. Ручки вытянули. Голова в пол. Почувствовали расслабление. То есть расслабились. Вытяжение спинки. Вот поясничку почувствовали. Хорошо. Приподнимаемся. Сама по головой вниз. Почувствовали заднюю поверхность тела. Ножки. Спину. Плечики в стороны раздвинули. Голова висит. Посмотрите вперед. Вдох. Вот вперед посмотрели. А потом на свой пупок. На свой живот. Выдох. Вперед вдох. И на живот посмотрели. Выдох. Хорошо. И теперь левой ногой. Нет. Правой ногой шагаем вперед. Правой ногой. Приподнимаемся. То есть на вторую ногу делаем стоячий блок. Ассент. В сторону. Руки через стороны вверх. Можно посмотреть на пальчики. Вдох. Выдох. Руки вниз. Теперь задние пятки в пол. В пол. Правая рука. Вперед. Левая назад. В линии вытянули. Сделали вдох. Смотрим на правые пальчики. Выдох. Теперь левая рука вниз. Правая вверх. Вдох. Выдох. Хорошо. Правый локоть на колено. Левая рука. Плечики развернули над головой. Посмотрели из лодки вверх. Вдох. Выдох. Хорошо. Теперь задние пятки поднимаем. Разворачиваемся вот в такое положение. Локоть за колено. Ладошка на ладошку. Очень аккуратненько вдох. Помним, да? Болевые ощущения. И неприятные. Избегаем. То есть пропускаем. Ладошки вместе. Ой, ладошки в пол. Подшагнули второй ногой. И руки через стороны вверх. Вдох. Через стороны вниз. Вдох. Хорошо. Садимся. Садимся ладошкой. Ставим сзади. Стопы справа, слева. И поднимаем таз. Поза стола. Три дыхания. Вдох. Плечики раскрываем. Выдох. Смотрим в потолок. Вдох. Пробуем. Новую позицию. Выдох. Колени толкнули вперед. Таз вверх. Вдох. Хорошо. Теперь, если выпрямить колени, выпрямить колени, таз окажется между ладошек. Попробуйте повисеть. Попробуйте не сесть, а повисеть. Для этого нужно плечи вниз опустить. Работа в плечах. Вдох. Плечи вниз. Видно же, да? Выдох. Вдох. Выдох. Таз между ладошек. Он висит. Вот я качаюсь. Право-влево. Хорошо. Что непонятно, просто пропускаем. Таз вверх. И таз к пяткам. Таз к пяткам. Вот такое вытяжение. То есть начинаем растягивать плечики. Вдох. Вдох. Два. Вдох. Вдох. Три. Вдох. Чувствуем, как плечики растягиваются. Выдох. Хорошо. Садимся посерединке. Левую ногу сгибаем, правую ногу тоже сгибаем. Левая лежит, правая колена вверху. Оба таза на полу. Левой рукой захватили. Колено. У кого бедро прижато к животу, можно за колено. И посмотрели назад. Три дыхания. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Вернулись. Ладошки сзади. Поменяли. Ножки. Правая лежит. Левая наверху. Захватили левое колено. Правой рукой. Развернулись. Движний вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Хорошо. И теперь у нас поза вот такая. Можно пальчики в пол поставить. Попробовать ноги или выпрямить, или присохнуть. А потом ручки выпрямить вот так. То есть на попчик перешли. На вас она называется. Носочки на себя. На вдохе. От себя на выдохе. На себя вдох. От себя выдох. На себя вдох. От себя выдох. И еще один вдох. Вдох. Теперь опускаемся поясницей в пол. Ноги 5 сантиметров над полом. Тянемся пальчиками вперед. Поясница на полу. Поясница на полу. Таз на полу. Лопатки висят. Еще одно дыхание вдох. Пятки опустили. Ладошки соединили наверху. И потянулись вверх. Вдох. Вдох. Два вдох. Вдох. И три вдох. И теперь лопатки у нас уже вытянуты. Опустили ладошки справа, слева. Лицо над ладонью вверх. Потолок. Ноги на ширине таза. И легли в шавасану. То есть у нас самое главное. Лежим, лежим. Сейчас я подведу голосом. Самая главная позиция для расслабления это шавасана. Боза трупа. Несколько минут полежим. Вот я буду говорить, что делать. Почувствуйте сейчас точки опоры. На чем, на что опирается тело. На чем мы лежим. Как ощущается вес тела. Просто в ощущение уходим и все. И мы с весом поработаем. Почувствуйте сейчас левую пятку. Касание левой пятки. Вот вес стопы. И всю левую ногу целиком. Потом почувствуйте правую пятку. Касание. И вес всей стопы. Соответственно расслабляем все эти зоны. Делаем их еще более тяжелыми. Как бы стекаем вниз. И всю правую ногу. И теперь обе ноги. Правую и левую ногу. Почувствовали? Идем к ягодицам. Ягодицы и таз. Почувствуйте таз. Вес таза. Давление на ягодицы. На крестец. Почувствуйте промежность. Огласть паха. Расслабляем. Хорошо. Дальше по позвоночнику идем. Поясница. Грудной отдел. И все места касания. Почувствуйте. Что у нас там касается. Ну грудной отдел. Да. В основном. И всю грудную клетку. Вот ее вес. Дыхание. Как она дышит. Грудная клетка. Потом правое и левое плечо. Правое и левое плечо. Лопатки. Правое и левое лопатки. И обе ручки. Правую и левую руку. Вот как касание рук пола. Ладошки, пальчики. Локти. Почувствуйте руки. Хорошо. Теперь у нас по шее идем. По шее в голову. Затылок касается пола. Почувствуйте касание затылка. И вес всей головы. Насколько голова тяжелая. Почувствуйте. И отдельно давайте глаза. Мышцы вокруг глаз. Область глаз. Почувствуем. Отдельно. Потом язык. Почувствуйте. Нижнюю челюсть. И все лицо целиком. Тут можно остановиться. Почувствуйте, как лицо как будто бы стекает с лесовых костей. Запустите туда волну расслабления. И так же по всему телу. Пустите. Вот сейчас все тело целиком чувствуем. И волна расслабления по всему телу. Как будто бы мышцы стекают. Как это ощущается? Хорошо. Теперь обратите внимание на дыхание. И то, что мы вначале делали. Полное дыхание. То есть включаем сейчас вдох-живот. Вдох-ребра. Вдох-ключицы. Это у нас вдох закончился. Выдох. Отпускание ключицы. Ребра. И так несколько полных дыханий. С поджатой головой щелью. И удлинять можно сейчас с удлинением вдоха и выдоха. Хорошо. Теперь ничего не меняя. Ощущая себя целиком. Пощевелите пальчиками на руках. На ногах. Подвигайте, подвигайте. Потом. Ага. Можно подвигать головой вправо, влево. Покрутить головой вправо, влево. Ага. И потом подтяните колени к животу. Прижмите бедра к животу. Попробуйте. Захватите свои ноги. И через левый бок садимся. Через левый бок садимся. На этом утро будем завершать сегодняшнее, я имею ввиду, практику. Ну и продолжать там свой день. Можно в день, вот если каждый день, я специально сейчас делаю каждый день вот эту сурья намаскар, чтобы она как-то запомнилась. И если это будет привычкой, что утром хотя бы один круг, хотя бы три круга, это будет очень хорошее включение. То есть все включается. У нас очень много работ, ну то есть у нас просто меняется состояние. Вот просто заметьте это, почувствуйте. И надеюсь на пятый день это уже, на шестой день уже будет что-то не хватать. Захочется самостоятельно сделать. Ну и мы будем каждый день это делать как разминку и что-то включать новое. И в конечном итоге она просто запомнится. Ну там есть видеозаписи, если что. Все, тогда до завтра. Спасибо. Спасибо, Серега. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok